С вами Смарт Пицца, и в этой подборке вы увидите невероятных гигантов. От огромных китов, рыб и акул, до самых больших и упитанных домашних животных. Погнали! Самый большой в истории. Практически любой синий кит огромен. Все эти животные очень габаритные, массивные, длинные и так далее, но и среди них есть рекордсмены. В основном их регистрировали во времена, когда китобойный промысел был еще разрешен. Тогда выловленных китов можно было спокойно взвесить и измерить. С другой стороны, найти кадры этих рекордсменов практически нереально. Самым длинным из всех зарегистрированных китов была самка, забитая китобоями в 1926 году близ южных Шетландских островов в Антарктике. Фотографии этой особи нет, но есть другая. Примерно так выглядела эта самка. Ее длина составляла 33,58 метра. Именно с тех пор стали говорить, что киты вырастают до 33 метров. Весила эта самка примерно 150 тонн, однако это не предел. Известны киты массой более 180 тонн, а в 1947 году у Южной Георгии попался 190-тонный синий кит. Но даже это не предел. Невероятно, но самый массивный синий кит за всю историю был найден не так давно. Более того, его даже засняли на камеру. Вот он! Этот гигант попал в объектив камер в сентябре 2012 года, когда заплыл в прибрежные воды Австралии. Само собой, кита не вылавливали, но ученые, отсмотревшие кадры, пришли к выводу, что он мог весить более 200 тонн. Он был примерно вдвое крупнее обычных синих китов, да и длина у него была приличная – около 30 метров. Этот кит стал не только рекордсменом, но и редким подарком для австралийцев, ведь в месте, где был замечен кит, эти гиганты в принципе водятся не так часто. Кстати, на самом деле, синий кит не самое большое животное в мире, а если точнее, то синий кит – неконечный вид. Он подразделяется на три подвида – северный, южный и карликовый. Нас интересует южный, иначе называемый антарктический. Именно этот подвид синего кита считается самым большим во всем мире и во всей истории. Именно среди этих гигантов чаще всего обнаруживаются рекордсмены, и именно они, чаще остальных, вырастают до 30 метров и больше, и весят свыше 150 тонн. Кстати, это еще и самый многочисленный подвид, составляющий основную часть популяции синих китов. Она, к слову, оставляет желать лучшего. В мире осталось всего от 10 до 25 тысяч этих удивительных созданий. Антарктический синий кит – рекордсмен не только в плане общих размеров. У него еще и самые крупные части тела среди всех животных. Правда, не все. Например, глотка у него очень маленькая, лишь 10 сантиметров в диаметре. Поэтому синий кит точно не может съесть человека. Зато он может съесть несколько тонн криля за день, так что аппетит у него реально рекордный. Также у синего кита самое большое сердце и язык в мире животных. А еще антарктические синие киты очень громкие. Их крики достигают громкости в 190 дБ. С такой же громкостью взлетает ракета в космос. Жаль, что из-за деятельности человека эти удивительные гиганты уже вскоре могут вымереть. Но не будем о грустном. Лучше переключимся с китов и посмотрим на других гигантов мирового океана. Смотрите дальше, чтобы увидеть медузу с щупальцами в десятки метров огромного ската, гигантского осьминога, с которым вы не захотите столкнуться под водой и не только. Волосистая цианея Какими вы представляете себе медуз? Лично у меня перед глазами всегда всплывает картинка из Спанчбоба, когда он с Патриком гонялся за розовыми медузами в Бикини Ботом. Ну или можно вспомнить тех же медуз, через которых Марлин и Дори пробирались в мультике «В поисках Немо». В любом случае, и те, и другие медузы не очень большие. Но есть среди этих стрекающих и настоящие гиганты, как волосистая цианея. Выглядит она нереально мощно. Это самая большая медуза в мире. Щупальца некоторых особей могут вытягиваться на несколько десятков метров, а у самой большой измеренной медузы длина щупальцев достигала 36,5 метров. Это высота 12-этажного здания. Купол медузы тоже внушительный. Рядом с такой громадиной даже дайверы порой кажутся небольшими. Кстати, плавать рядом с волосистой цианеей не очень опасно. Ужалить она может, но не смертельно, как какая-нибудь куба-медуза из Австралии. Максимальный эффект от контакта с щупальцами – это сыпь или аллергия. Манта. Далее на очереди величественный скат. Манту иногда называют гигантским морским дьяволом, но лично я не стал бы так обзывать это удивительное создание. Оно вовсе не дьявольское. Коти своей внешностью может напугать кого угодно. Как-никак, это самый большой скат в мире, ширина которого иногда достигает 9 метров, а масса – 3 тонн. Может показаться, что такой скат способен слопать даже человека, но для нас он не представляет никакой опасности. Манты питаются личинками рыб и зоопланктоном. Люди их точно не интересуют. Когда-то моряки и рыбаки выдохнули, узнав эту информацию. А ведь раньше многие боялись выходить в море. Древние моряки верили, что манта может обнять корабль своими гигантскими плавниками и утащить его на дно. Кстати, эти животные интересны еще кое-чем. Они любят летать. Но на самом деле это неконтролируемый полет. Манты просто выпрыгивают из воды, подобно китам, и немного планируют, растопырив свои плавники. Выглядит необычно. Китовая акула Не все гиганты опасны для людей, в чем вы уже успели убедиться. Китовая акула – очередной пример того, что большой размер в мире морских животных не всегда означает агрессию, злобу и опасность. Это крупнейшая акула и рыба в мире, которая часто вырастает до 12 метров. Иногда эти создания вырастают еще больше – до 18 и даже 20 метров при весе в 20-30 тонн. Они намного крупнее тех же бычьих акул или больших белых акул, но в тысячи раз безопаснее их. Китовые акулы никогда не нападают на людей. Они просто плавают по океану, едят планктон и никогда не спешат. Скорость китовой акулы редко превышает даже 5 километров в час. Интересно, кстати, что зубов у китовой акулы намного больше, чем у ее хищных родственниц. Их количество доходит до 15 тысяч, но они настолько маленькие, что не причинят человеку никакого вреда, даже если бы китовая акула укусила его. Кстати, что касается людей, китовые акулы ведут себя с ними по-разному. К одним дайверам китовые акулы приплывают сами. Они славятся своим любопытством и не прочь провести время в компании людей. К другим дайверам китовые акулы равнодушны. Они их игнорируют и никак не реагируют на них. Многие этим пользуются и буквально катаются на спине этого гиганта, либо цепляются за его плавник. Это интересный опыт, но делать так не стоит, а в некоторых странах это даже запрещено законом. Дело в том, что эти безобидные гиганты очень хрупкие и легко получают раны, поэтому неосторожное прикосновение к китовой акуле может навредить ей. Этих красавцев стоит беречь, они считаются вымирающим видом. Косатка Наконец, мы дошли до реального хищника. Косатка – это, пожалуй, самый большой и опасный морской охотник современности. Достигая длины в 10 метров, это создание весит около 8 тонн. Косатки успешно пользуются своими габаритами, развитым интеллектом и навыками тактической охоты. Недаром их называют китами-убийцами. К своей добыче они максимально безжалостны, хладнокровны и беспощадны. Добычей косатки может стать буквально кто угодно, ведь этим здоровикам нужно много есть, чтобы поддерживать себя в форме. Чаще всего от их нападок страдают тюлени. Косатки уже давно знают, как эти создания любят отдыхать на льдинах посреди моря. Это для них не помеха. Они собираются группой и начинают таранить и бить льдину, а также создавать волны, пытаясь сбросить добычу в воду. Обычно у них это получается. Также косатки не боятся охотиться на опасных акул. Порой даже одна косатка может отправиться на охоту против небольшой группы хищных акул и вернуться с победой и добычей. Что уж там, косатки не стесняются атаковать даже китов. Мало кто в океане способен расправиться с таким гигантом помимо косатки. При этом всем удивительно то, что для человека косатки не опасны. Если точнее, то опасность они представляют только в неволе, когда звереют от нехватки места и пищи. Бывали случаи, когда косатки нападали на дрессировщиков, и это заканчивалось плачевно. В дикой же природе они могут напасть на корабль или лодку, или случайно задеть пловца во время охоты на кого-либо. Но если пловец или дайвер просто находится рядом с косаткой, ему не о чем волноваться. Киты-убийцы часто плавают вместе с дайверами. Им нравится проводить с ними время и играть. Играют косатки не только с людьми, но и со следующим участником этой подборки – луной рыбой. Но мне кажется, в этом случае косатка скорее издевательски заигрывает с жертвой, чтобы потом расправиться с ней. Луна-рыба очень крупная, и когда рядом с ней находится не косатка, а человек, это становится очевидно. Эти создания – тяжелейшие костные рыбы в мире. Их масса может превышать даже две тонны. Не так давно, в октябре прошлого года, у берегов Азорских островов выловили тушу луны-рыбы весом 2744 кило, и это стало абсолютным рекордом для костных рыб. Помимо этого, луна-рыба – еще и самый плодовитый вид среди позвоночных. Самки за раз могут произвести до 300 миллионов икринок. Это какое-то космическое число, в которое трудно поверить, но это реально так. Правда, мать никак не заботится о потомстве, и почти все эти икринки погибают. Да и сами луны-рыбы достаточно слабые. Их часто едят морские львы, косатки и акулы. Поэтому даже неудивительно, что этот вид считается уязвимым. Гигантский осьминог Кто-то до сих пор считает, что кракен реален и на самом деле обитает где-то в океане. Если вы тоже так думаете, то вы правы. Кракен существует, по крайней мере, в такой форме. Нет, серьезно. Гигантский осьминог вполне мог бы сойти за детеныша мифического кракена, ведь он просто поражает своими габаритами. Длина отдельных особей может достигать 9 метров, а масса почти 200 кило. Эти создания обитают в Тихом океане на большой глубине, где охотятся на ракообразных и моллюсков, а иногда и на дайверов. Бывали случаи, когда гигантские осьминоги нападали на дайверов, обхватывая их своими жуткими щупальцами. А по некоторым данным, несколько дайверов и вовсе стали жертвами этих кракенов реального мира. Верить в это или нет, решать вам. Нукуми В 2020 году группа исследователей из ОСЕРЧ отправилась в сторону берегов Новой Шотландии с целью встретить крупных акул и взять образцы их клеток и крови. Это нужно для того, чтобы лучше понять модель миграции хищников через Северную Атлантику. Спустя месяц после начала экспедиции, людям, наконец, улыбнулась удача. Они наткнулись на акулу длиной около пяти метров и весом более полутора тонн. Судя по габаритам и внешнему виду, рыбе на тот момент было более пятидесяти лет. Ее тут же подняли к себе на борт при помощи специальной платформы и привязали. Прозвали акулу Королева Океана или Нукуми. Это имя отсылает к легендарной мудрой бабушке индейского народа Микмак. Когда рыбу поймали, она вела себя на удивление довольно спокойно, практически не дергалась, хоть у нее и брали кровь, а также образцы кожи, бактерий с ее зубов и даже фекалий. В общей сложности ученые насобирали себе образцов аж на 21 исследование. Когда все закончилось, акулу отпустили обратно в ее родную среду. Это была самая большая хищница в истории, которую исследовательский центр когда-либо встречал. Чудо из Канады Иногда люди встречают удивительных, но все же обычных существ, например, тех же акул. Но порой им на глаза попадаются монстры, в существование которых никто и никогда бы не поверил, если бы не увидел своими глазами. К одному из таких я бы отнес вот это глубоководное существо. Выловили его в заливе Бонависта на северо-востоке Ньюфаундлера с глубины в 800 метров. Рыбак, который занимался ловлей в одиночку, рассказал, что у рыбы был как будто резиновый нос и крылья. Даже местные, которые узнали о находке в первую очередь, не смогли распознать в ней кого-то знакомого. Люди сделали предположение, что это мог быть утконос-мутант, но рыба была слишком большой для него. Ее размеры едва не превышали метр. Прошло немного времени, и рыбак, наконец, получил развернутый ответ от ученых. Они подсказали, что эта рыба – носатая химера, существо, у которого есть хрящ с ядовитым шипом на спине. Она любит плавать на больших глубинах, и именно из-за этого люди ее до сих пор не изучили как следует. А что сделали бы вы с подобной рыбой, если бы она случайно клюнула на ваш крючок? Напишите в комментариях. Миссисипский панцирник – рыба, которая входит в число самых крупных видов и обитает на территориях США и Мексики. Панцирника также называют аллигаторовая щука, и совсем скоро вы поймете почему. Вот этот рыбак даже и подумать не мог, что такой гигант прямо сейчас находится у него на крючке. Невероятными усилиями мужчина таки вытащил этого здоровяка на берег и в очередной раз убедился во всей могущественности пойманной им рыбы. Она весила более 135 килограммов. Это определенно одна из самых больших рыб, которая когда-либо поддавалась рыбакам. Автор видео первым делом решил заценить ее зубы, и вы знаете, они у нее жуткие. С такими зубами-бритвами ей под силу перекусить даже маленького аллигатора. Однако этот факт является лишь предположением, ведь, как правило, данный вид охотится на раков и мелких рыб. В любом случае, поверьте, эти рыбы знают, на кого им лучше охотиться. Как ни крути, они живут на этой планете более 100 миллионов лет. За такой длительный срок они не придумали ничего эффективнее, кроме засады в водорослях и нападения путем одного быстрого рывка. Рыба-меч. В августе 2022 года рыбак из США собрался на очередную рыбалку. На занятия, которым он занимается каждую неделю. Казалось, что мужчина уже ничего не может удивить, но тот день доказал обратное. Мужчина по имени Брэндон Карни долго испытывал неудачу. Рыба совершенно не клевала. Пытаясь повлиять на результат, он решил изменить свою стратегию и применить другую наживку, которую при этом нужно было опустить где-то на 100 метров, а не держать на поверхности. Не прошло и получаса, как катушка спиннинга зашевелилась. Она начала быстро раскручиваться. Очень быстро. А значит, на том конце лески был кто-то невероятно большой. Намного потянет? О, приличненько. Хороша рыбка. Карни попытался взять все в свои руки и просто вытащить добычу из воды, но та оказалась слишком тяжелой. Настолько, что даже электрическая катушка рыбака дала сбой и ему пришлось пользоваться обычной. Брэндон возился с рыбой более двух часов. Мужчина методично, метр за метром, поднимал ее с глубины и, наконец, достал. Рыба-меч оказалась более четырех метров в длину и весила около 230 килограммов. Это стало личным рекордом рыбака. Гигантский палтус. Другой личный рекорд поставил британец Пол Стивенс, которому во все том же 2022 году поддался просто невероятный палтус. Занимаясь рыбалкой в Норвегии, мужчина вытащил из воды двухметрового здоровяка весом 180 кило. Кроме того, как рассказывает сам Пол, ему крупно повезло, и он едва не погиб во время рыбалки. Добыча оказалась настолько большой и агрессивной, что она не поддавалась леске и его усилиям, а уплывала куда-то вдаль. На такой энергии этот палтус тащил лодку около полутора километров. Знала бы рыба, что ее никто есть не собирается. Человеку просто было интересно поймать кого-то ради процесса, но не более того. В конечном итоге мужчина выловил палтуса, сделал пару-тройку фотографий, замерил его и отпустил обратно на волю, чтобы он мог спокойно жить. Забавно, что это еще не самый большой пойманный представитель вида в истории. Были случаи, когда рыбаки доставали палтусов весом более 300 килограммов. Интересно, что в таком случае они могли бы сделать с лодкой Стивенса? Утащить ее с собой на дно? Пишите в комментариях, как бы вы боролись с такими крупными рыбами. Лично я всегда бы отправлялся на рыбалку только на большой и тяжелой лодке, а также имел на ней парочку электрических катушек. Ловля осьминога Отвлечемся немного от рыб и поговорим про осьминога. Это известное всем существо, которое мы привыкли видеть в роликах разных исследовательских групп, в видео у дайверов и так далее. Но вы когда-нибудь задумывались о том, можно ли его поймать? И если да, то что для этого стоит делать? Оказывается, поймать это существо можно ровно так же, как и рыбу. Правда, стоит учитывать некоторые важные моменты, без которых рыбалка рискует оказаться провальной. Первое и самое главное – это, конечно же, приманка. Лучше всего в случае с осьминогом подойдет краб. Также, для того, чтобы словить осьминога, зачастую применяются специальные ловушки. Так как эти существа обожают прятаться, подойдут кувшины, какие-то автомобильные шины или ненужные трубы. Имея в своем арсенале все необходимое, рыбаку остается лишь забросить приманку поглубже, так как эти существа не плавают близ поверхности и надеются на удачу. Такую же, какая пришла к герою этого видео. Что бы вы сделали с таким большим осьминогом, если бы он клюнул на вашу приманку? Напишите в комментариях. Арапайма Следующая рыба, которая поддалась рыбакам – это арапайма. Из-за ее агрессивного нрава и больших габаритов, ее называют королем водоемов. Охотиться на такую рыбеху как-то даже немного страшно. Несмотря на всю силу, которая таится в ее теле, арапайма довольно спокойно передвигается по водной глади и ни о ком не думает. Она понимает, что достигнув таких больших габаритов, более никто не в состоянии проглотить ее заживо. Поэтому, если на нее и нападут, она успеет отреагировать и дать сдачи. Причем такого плана она придерживается уже не первый миллион лет. Арапайма плавала на планете еще 135 миллионов лет назад, причем выглядела практически точно так же. Глотка и плавательный пузырь рыбы покрыты легочной тканью, которая позволяет ей дышать обычным воздухом. Способность для рыбы довольно неординарная, хотя и встречается у других видов. Будучи невероятно крупной, арапайма все равно притворяется хаотично плавающим бревном, а потом совершает резкий рывок к своей добыче. Удивительно, но это работает. Хотя, с другой стороны, чему тут удивляться? Вон какая она сильная. Даже трое взрослых мужчин еле как удерживают улов в руках. А когда они решили выпустить ее обратно на волю, та хорошенько врезала им, что говорит о невероятной силе и ловкости рыбехи. Веслонос Веслонос – одна из крупнейших пресноводных рыб США с характерной длинной мордой. Раньше ученые полагали, что веслоносы используют ее для выкапывания растительности со дна озер и рек. Но на самом деле, благодаря ей они питаются, отфильтровывая со дна зоопланктон. Эта лопатка, также называется рострум, больше, чем остальная часть головы. Она содержит рецепторы, которые могут воспринимать электрические поля, что означает, что веслоносы в буквальном смысле включают голову, используя свое весло в качестве антенны для поиска зоопланктона. Эти рыбы имеют довольно высокую продолжительность жизни, из-за чего они не спешат размножаться, пока самцам не стукнет по крайней мере пять лет. А что же до самок? Знаете, сколько яиц они могут откладывать? Больше одного миллиона. Интересно, сколько еще таких гигантов, как тот, который поддался парню на видео, плавают в местных водоемах? Следующую рыбу зовут Махи-Махи или же Кори Фена. И я скажу сразу, поймать ее – задача совсем не из простых. Во-первых, ее невероятно тяжело догнать. Даже скорость многих моторных лодок несопоставима со скоростью этой стремительной рыбы. Второй фактор – это ум. Голова Махи-Махи неплохо соображает, а значит, на простые уловки она ни за что не клюнет. Поэтому, чтобы ее поймать, надо изобрести что-то новое. Что-то такое, чего она раньше никогда не видела. При таких раскладах Махи-Махи медлить не станет и рванет в сторону приманки. Останется лишь справиться с этой резвой и невероятно красивой громадиной. Огромный скат. Что-то мне подсказывает, скаты у всех ассоируются с чем-то не самым большим. Это рыбы необычной формы, которых все побаиваются, обходят стороной, но в то же время ими сильно интересуются. Как оказывается, интересуются скатами не зря. Один любитель рыбалки недавно выловил самого крупного из когда-либо зарегистрированных представителей вида. Более того, пойманный скат оказался самой большой пресноводной рыбой, которую удалось выловить. Произошло это в Камбодже у одного из берегов реки Меконг. Местный рыбак поймал ската с длиной тела около 4 метров и весом порядка 300 килограммов. После того, как их теологи измерили ската и пометили передатчиком, его отпустили на волю. А рыбак получил компенсацию за то, что не разделался с рыбой и не продал ее, а сообщил о находке ученым. На самом деле, довольно любопытно слышать о таком аномальном весе скатов. Ведь обычно довольно много могут весить кости существа, в то время как у ската их вообще нет. Весь их корпус – это комбинация гибких хрящей. Даже челюсти состоят из них. Однако стоит отдать природе должное. Она постаралась и сделала пасть ската довольно прочной и сильной, способной раскусывать кальциевую оболочку моллюсков. А еще скаты могут охотиться в темноте, поэтому в теории от них нигде и никогда не спрятаться. Помогает им в этом способность улавливать электрические сигналы других существ. Атлантический тунец 1979 год навсегда войдет в историю рыболовства как минимум из-за одного события, произошедшего с Кеном Фрейзером, канадским рыбаком. Мужчина и подумать не мог, что в один счастливый день ему поддастся самый крупный в истории на тот момент и остающийся таковым до сих пор тунец весом 678 килограммов. Стоит отметить, что такого тунца рыбак ловил всего 45 минут, что по меркам рыбной ловли не такой уж и большой промежуток времени, когда речь заходит о гигантах подводного мира. С тех пор после той рыбалки в 79 году никто из рыбаков не смог побить рекорд по ловле атлантического тунца. Сложно поверить, что рыбы могут быть таких размеров. Подумал я про себя, когда увидел вот этого здоровяка сразу за тем гигантским атлантическим тунцом. У берегов Испании в сетях рыбака запуталась рыба-луна, которая превышала 3 метра в длину и столько же в ширину. В том регионе это было однозначным рекордом, но вот для первенства по миру на тот момент не хватило каких-то 200 килограмм или даже меньше. Рекорд, к слову, тогда был 2235 килограммов. Та рыба-луна была выловлена у берегов Сиднея, а современный рекорд удерживает рыба-луна, которую поймали у берегов Азорских островов в октябре 2022 года. Тогда выловили тушу погибшей рыбы весом 2744 килограмма. Вообще, мне кажется, что ловля рыбы-луны, если ее потом отпускать обратно на волю, конечно же, это интересное занятие. Создание имеет огромные габариты и в то же время совсем не желает человеку зла. Даже когда рыбаки случайно сталкиваются со своими лодками с этими здоровяками, ответной агрессии никогда не следует. Рыба-меч Посмотрев за тем, как люди ловили рыбу-меч на этом видео, я задался вопросом. А как другим рыбакам удавалось проворачивать что-то подобное в одиночку? Как они ловили того же гигантского тунца или любую другую рыбу без помощи четырех рук двух друзей? Когда ты рыбачишь в компании, все смотрится гладко, плавно и легко, но убери из команды хотя бы одного человека, и процесс тут же затянется в разы, если вовсе не оборвется. Кстати, вот вам интересный факт об этом морском обитателе. Рыба-меч Говорили об огромном осетре, который обитает в этих водах, но доказать его существование так никто и не мог. До тех пор, пока туда не прибыл один из главных ловцов речных монстров во всем мире – Джереми Уэйт. Ему удалось выловить самую крупную в Северной Америке пресноводную рыбу, хоть она и не являлась рекордно большой, но точно входила в личные достижения опытного рыбака. В длину осетр был около двух метров и весил свыше 150 килограммов. А вот эта рыбеха, которая поддалась лишь целой группе рыбаков, явно не могла быть выловлена всего одним любителем рыбалки. Опытные ловцы рыб сумели поймать акулу-молот длиной 4,5 метра, которая весила более 400 кило. Пока вы смотрите на этого здоровяка, расскажу вам пару любопытных фактов об этой акуле. У нее есть небольшие чешуйки, которые расположены не так, как у остальных. Все они имеют ромбовидную форму и некие насечения по краям. Для самих молотов это не более чем способ защиты и повышения маневренности, но есть те, кому кольчушка может понадобиться в иных целях. Так, другие рыбы регулярно подплывают к акулам-молотам, чтобы потереться об их доспехе. Но не только чешуя этого существа привлекает интерес людей. Конечно же, главную роль в жизни акулы играет ее молот. На нижней части морды расположены датчики, считывающие малейшие колебания воды. За счет ширины молота охватываются более внушительные площади. Все это дает акуле увеличенную зону поиска электрических импульсов. Палтус. Палтус длиной в 2 метра и весом около 70 килограммов. Такие вообще существуют. Оказалось, что да. Эта удивительная рыба с асимметричной головой, круглым ртом, смещенным вправо, и длинным и плоским корпусом в форме ромба довольно быстро клюнула на приманку одинокого рыбака. Он довольно долго с ней возился, но в конечном итоге все же поднял к себе на лодку. У этой рыбехи и так суровая жизнь хищника с острыми зубами и рабочим методом охоты. А если ее еще и габаритами такими наделить, то получится вполне себе достойный противник небольшим акулам и другим существам. Сом. Сом – довольно известная рыба, которой мало кого можно удивить. Ее средние габариты составляют где-то метр в длину и 10-15 килограммов массы. Рыбак из Нидерландов тоже так думал, но вдруг в одном из местных парков он поймал вот такого монстра. Подводный обитатель был около 260 сантиметров в длину и весил более 125 килограммов. Как можно заметить по видео, парк в тот момент был не особо популярен, даже среди рыбаков. Но стоило мужчине поймать этого аномального сома, как вдруг популярность места выросла в разы. За судьбу рыбы не переживайте, ее отпустили обратно в воду. Более того, власти запретили ловлю большой мамочки. Так сама прозвали местные. Ученые говорят, что в ближайшее время этот сом может стать еще больше. Хотя, казалось бы, куда еще ему расти? Калифорнийская овчарка. Как в выпуск про рыб попала собака? Что ж, такое странное название носит вот эта, не менее странная рыба с большими выступающими зубами. Интересный факт. Каждый представитель этих созданий начинает жизнь как самка, а затем превращается в самца. Калифорнийскую рыбу-овчарку нетрудно распознать по характерной черно-красной окраске. Кроме того, это одна из самых крупных и зубастых рыб в ламинарии. Они обитают небольшими группами вдоль скалистого побережья Калифорнии. В дневное время добывают пищу, а ночью покрываются слизью и скрываются под камнями от глаз хищников. Обычно их габариты не слишком большие, но тут рыбаки поймали просто аномальную калифорнийскую овчарку длиной едва ли не метр. Даже страшно представить, сколько кальмаров, морских ежей и прочей такой живности ей пришлось слопать, чтобы разрастись до таких габаритов. Гренландская акула – одна из крупнейших акул в мире. Она может достигать почти 6,5 метров в длину и весить около тонны. Не менее феноменален и возраст, до которого эти гиганты доживают. Некоторые гренландские полярные акулы празднуют 400-летие и даже 500-летие. Логично, что за такой длительный срок жизни эта хищная рыба сможет приобрести просто неимоверные габариты. Несмотря на то, что гренландская акула – один из главных долгожителей на нашей с вами планете, изучить ее достаточно хорошо не удалось до сих пор. Даже когда Джереми Уэйду пришлось опуститься в воду, чтобы измерить пойманного ими здоровяка, его сердце убежало в пятки, так как никто не знал о потенциальной опасности, которую рыба может нести человеку. Когда следующая рыбка была поймана этим мужчиной, практически каждый зритель счел это за фейк или монтаж. Ведь и правда, таких милых и в то же время разноцветных созданий попросту не бывает. На самом деле это не так, и рыба-аватар более чем реальна. Пойманное им существо называют кинубеллой или волшебным губаном. Этот вид часто встречается в водах вблизи Японии и Китая, однако рыбы никогда не вырастают размером больше, чем ладонь. Пойманная же рыба была довольно крупной, что необычно для этого вида. Подобный окрас аватар приобретает из-за того, что он питается не только водорослями, но и отмершими частями кораллов. Это делает рыбу далеко не самой вкусной, что, конечно же, играет ей только на руку. Единственный очевидный минус подобного окраса – это маскировка. Вряд ли губан спокойно прячется в океане с таким ярким цветом чешуи. Хотя, кто их знает этих рыб? Раз они все еще существуют, значит, как-то донаучились решать вопрос выживания. Ненадолго оставим морских животных, к ним мы еще вернемся. А пока посмотрим на свинью размером с бегемота, осла высотой с лошадь, огромного петуха, собаку и других уникальных животных. Свинья В среднем обычная домашняя свинья имеет в длину около 100-180 сантиметров и весит от 50 до 150 килограмм. Однако рекордсмены намного больше. Первый из них – свинья по кличке Румба, которая проживает во Флориде. Данных о Хрюшке не так много, но, по словам владельцев, Румба весит почти 5 тонн, а в длину вытягивается на 7 метров. По фотографии видно, что свинья очень большая, но вряд ли она настолько огромная. Куда больше верится в цифры о другом рекордсмене – хряке по кличке Большой Билл. При длине 2,7 метра он весил 1158 килограммов. Гигантский свинь жил в первой половине 20 века. Почему в его цифры хочется верить? Ну, хотя бы потому, что Большого Билла специально выращивали крупным в качестве образца работы самых лучших свиноводов 20 века. Еще одна свинья, покорившая мир сельского хозяйства – Чунь-Чунь из Китая. Свинья родилась в 1999 году и прожила всего 4 года. Несмотря на это, свинь успел отъесться до невероятных размеров. Его вес достигал 900 килограмм, а длина – 2,5 метра. Это стало реально благодаря тому, что Чунь-Чунь ела буквально все подряд и не прекращала расти. Лошадь В далеком 19 веке мир сельского хозяйства был шокирован, когда поступила информация о Сампсоне. Иначе эту лошадь называли мамонтом. И неудивительно. Просто посмотрите, каким он был огромным. Вполне под стать вымершим мамонтом. Сампсон стал самой высокой и тяжелой лошадью всех времен. На пике его высота в холке составляла 219 сантиметров, а весил гигант 1524 килограмма. Он относился к породе шайр. Это британская порода лошадей-тяжеловозов, которые отличаются невероятными габаритами и фантастической силой. Одна лошадь может сдвинуть с места и протянуть самолет весом 2-3 тонны. А если шайров будет несколько, они перетащат и вовсе немыслимые веса. Осел Задержимся на фермах еще ненадолго. Тут есть как минимум еще одно очень большое животное. Осел Вообще, многим людям ослы не кажутся какими-то невероятно крупными, и в целом с этим трудно поспорить. Они меньше тех же лошадей, однако есть настоящие уникумы, как, например, Ромулус. Этот осел из США уже много лет считается самым большим на планете. 19-летний гигант имеет умопомрачительный рост – почти 173 сантиметра. Весит он тоже много – почти 600 килограмм. Это в 2-3 раза больше габаритов среднестатистических ослов. Слон В размерах этих животных сомневаться не приходится. Ни для кого не секрет, что слоны – самые большие наземные животные планеты. Их длина может превышать 5 метров. Они возвышаются на много метров над землей, а их масса исчисляется тоннами. По официальным данным, рекордсменом среди всех африканских слонов стал гигант, застреленный в Анголе в 1974 году. Он весил 12 тонн. Но, может, пора обновить рекорд? Взгляните на эти кадры, снятые из машины. Мы видим слона. Очевидно, что он большой, но когда гигант подходит ближе, просто поражаешься, насколько он огромный на самом деле. Мне кажется, он запросто может весить больше 10-12 тонн. А что думаете вы? Сколько, по-вашему, весит этот удивительный гигант? Напишите в комментариях. В 2014 году биолог Форест Галланта обнаружил удивительную морскую находку. Взгляните на нее. Может показаться, что это какой-то мутант, морское чудовище или что-то вовсе неведанное. Однако, это лишь лобстер, только очень и очень большой. Огромная членистоногая весила около 5,5 килограмм. Чтобы вы понимали, насколько это много, в среднем лобстеры весят 600-800 граммов. Гигант был в разы больше. Форест сделал с ним несколько снимков, заснял видео и даже дал рекордсмену имя – Альберт. Форест забрал лобстера домой и… нет, варить он его не стал. Такую редкую особь стоит беречь, а не есть. После ночевки у Фореста лобстер отправился в музей естественной истории подводного мира. Там специалисты пришли к выводу, что Альберт не только большой, но и старый. Ему было около 70 лет. Краб. На очереди еще одно членистоногая. Не так давно этот краб произвел фурор в интернете и перепугал многих пользователей. Еще бы, не каждый день увидишь такого огромного краба. У этого животного интересное имя – Большой Папочка или Биг Дэдди. Оно ему вполне подходит, учитывая, что размах ног этого членистоногого превышает 3 метра. На данный момент он является самым широким членистоногим, обитающим в неволе. Кстати, забыл сказать, что это не просто краб, а краб-паук. Эти ракообразные обитают на большой глубине у побережья Японии. В принципе, все крабы-пауки отличаются приличными размерами, но Биг Дэдди уделал их всех. Предлагаю теперь поговорить о домашних питомцах. И начнем мы с собак. Многие любят крупных псов. Если вы из таких, то вам точно понравится Зевс. Взгляните на этого громилу. Даже не верится, что псы действительно могут быть такими крупными. Но это так. Зевс абсолютно реален. Его рост на четырех лапах составляет 105 сантиметров. А если он встанет на задний, то будет возвышаться буквально над любым человеком. Ведь в таком случае его рост будет составлять 230 сантиметров. Выглядит это впечатляюще. Чтобы поддерживать габариты и не упускать рекорд, Зевс очень много ест. Ежедневно он съедает 12 чашек собачьего корма, а также получает яичницу и собачьи лакомства. Хозяева тратят немало денег, да и испытывают трудности, перевозя такого огромного пса куда-либо. Но главное, они его очень любят. Кот А теперь рубрика для кошатников. Перед вами Фенрир. Нет, не волк из скандинавской мифологии. Самый большой кот в мире. Этот кот породы саванна стал рекордсменом в прошлом году. Тогда были проведены замеры и установлено, что рост гигантского пушистика составляет 50 сантиметров. Это примерно вдвое больше, чем у среднестатистической кошки. Здесь очень сильно зарешали гены. Дед Фенрира был высоким диким сервалом, поэтому все его потомки отличаются большим ростом. Но сильнее всех отличился Фенрир. Природа одарила его еще более невероятным ростом, чем его собратьев. И теперь он удивляет весь мир. Аллигатор Аллигаторы не только опасные, но и крупные животные. Они меньше крокодилов, но их габариты все равно впечатляют. В среднем их длина составляет 3-4 метра, а вес около 200 килограмм. Тем не менее, достоверно известны особи длиной не менее 4,5 метров и массой около полтонны. А официальный рекордсмен был пойман совсем недавно. В 2014 году его схватили в Алабаме, США. Посмотрите на этого гиганта. Охотники рассказали, что аллигатор был настолько огромным, что даже сломал механизм, с помощью которого его поднимали. Замеры удивили всех. Аллигатор достигал 4,8 метров в длину и весил почти 450 килограмм. Это много, но не предел. Считается, что крупнейший аллигатор в истории был пойман в 1890 году. Его длина достигала 5,8 метра, а вес около тонны. К сожалению, фотографий той рептилии нет, поэтому остается лишь полагаться на информацию от охотников. Скат На очереди у нас один из самых свежих рекордсменов. В прошлым летом в Камбодже один из рыбаков поймал по-настоящему удивительного ската. Ему сразу стало понятно, что особь не обычная, а рекордная. Так и произошло. Специалисты измерили ската и установили, что он весил 300 килограммов и достигал 4 метра в длину. Это стало рекордом среди всех пресноводных скатов. Огромное животное побило рекорд, который держался с 2005 года. К счастью, ската не стали убивать, готовить и издеваться над ним. Измерив рыбу, команда ученых помогла выпустить ее обратно в реку. Огромные овцы А теперь речь пойдет о новой породе овец, которая отличается от всех остальных своими необычайно крупными габаритами. Хотя новой эту породу можно назвать лишь фактически, поскольку на самом деле ее вывели еще в 1970-х годах. Тем не менее, зарегистрировали ее лишь в 2021-м. Порода арашан из Кыргызстана – это мясосальные овцы, которые отличаются крупными размерами и при этом компактным крепким туловищем, легким и прочным скелетом, наличием весомого курдюка, а также тем, что эти животные очень активно растут и развиваются. Кроме того, нельзя не отметить и выносливость этих овец. Они адаптивны для содержания в высокогорных и степных условиях. Для здорового и быстрого развития этим животным нужно много времени проводить на открытом воздухе, гуляя и пасясь на пастбищах. Никаких рогов у этой породы, как вы уже могли заметить, нет. Кстати, я все говорил про то, что эти овцы большие, но так и не привел вам никаких цифр. Овцы породы арашан в холке превышают один метр, а весить могут больше всех двух сотен килограммов. Интересно, каково быть особью породы овец, для которой 200 килограмм являются среднестатистическим весом? Эстер. Именно так зовут нашего следующего гостя. И нет, это не какая-то порода, ни вид и даже не семейство. Это отдельная свинья, которая живет в доме самой обычной семьи. И тут вы зададите логичный вопрос. А в чем тогда прикол? Что отличает ее от любой другой особи? Эмм, как бы вам сказать. Как минимум, ее сильно отличают габариты. Если кто-то, как те же китайцы, осознанно занимаются селекцией для выведения породы, способной весить 500 килограмм, то тут самая обычная свинья дошла до отметки в 300 килограммов. Причем речь изначально шла о мини-пиге, которого канадцам передали знакомые. Предполагалось, что свинка не отъестся более чем на 30 килограмм, но получилось, как вы понимаете, все совершенно наоборот. Конечно, заботливые хозяева уже не могли забрать своих слов об ответственности за животное назад, и им пришлось ухаживать за свинкой. Да и к тому же, судя по истории, люди с Эстером уже давно подружились. Свинья живет у них дома, сытно кушает, принимает ванну и спит на диване. Люди же снимают ее на свой канал, где видосы набирают много просмотров. Что вы скажете о подобном домашнем питомце? Хотели бы себе такую же крошку-милашку? Бык-гигант. Как бы прискорбно это ни было говорить, но практически всегда животных выращивают на убой. Эта непростая судьба ждала и вот этого быка по имени Никерс, но его предрасположенность к росту, как ни странно, сыграла ему на руку. Но ты и вымахал. И я начинаю жалеть, что называл тебя чудилой. Не волнуйся, я не в обиде. Бык-галштинофрисской породы избежал скотобойни из-за того, что оказался слишком тяжелым, и работники отказались забирать его с собой. Фермер тоже подумал, что столь большое и уже в какой-то мере родное животное ни в коем случае нельзя от себя отдалять и оставил Никерса на своей ферме. Этот бык является своего рода вожаком фермы. Всегда можно разглядеть его с большой дистанции и понять, все ли у других животных в порядке. Согласитесь, по фоткам это выглядит так, словно какой-то одиннадцатиклассник зашел в коридор полный первоклашек. Тем не менее, это не самый крупный бык из зарегистрированных в Книге рекордов. Как минимум, существует итальянский бык по кличке Беллино, высота которого превышает 2 метра. Наш же герой совсем немного уступает чемпиону. Высота Никерса составляет 193 сантиметра, а весит это чудо порядка 1400 килограммов. Если вам кажется, что столь крупными могут быть лишь быки, коровы, какие-нибудь кони и тому подобные большие животные, то вы глубоко заблуждаетесь. Вот вам пример огромного петуха. Вы только посмотрите, как уверенно и вальяжно он гуляет по своей территории и проводит ее плановый осмотр. Не удивительно, что как только этот ролик попал в сеть, зрители тут же подвергли его сомнению. По мнению людей, петух не может быть столь крупным. Тем не менее, поиск владельца этой гигантской птицы и ее самой не занял много времени. Да, как вы понимаете, то видео оказалось настоящим. На нем прогуливался петух по имени Миракли. Родом он из фермы в Косово. Эта особь является представителем породы Брама, которые в среднем отъедаются до 5,5 килограммов. Но Миракли пошел дальше. Его вес превысил отметку в 8 килограммов, а рост достиг целого метра. Но не стоит пугаться. Этот здоровый петух совсем не жаждет кого-то прогнать или отпинать. Тут все наоборот. Большие габариты сыграли положительную роль, и Миракли никогда не проявляет агрессию. По словам фермера, это самая добрая птица, которую он когда-либо встречал. Миракли не доставляет никому хлопот и заботится о двух своих подругах-курах, которые по размерам уступают ему в два раза. К слову о заботе о братьях своих младших. Та история с петухом и его подругах-курах далеко не единственная. Кроме того, существует даже более яркий пример. Есть такой осел по кличке Бенжи. Это самый крупный обитатель фермы, хоть ему на этих кадрах всего 6 лет. Тем не менее, животное относится к породе американских мамонтовых ослов и может сравниться даже с некоторыми лошадьми. Однако эти крупные габариты совершенно не вскружили голову Бенжи, и он со спокойной душой по собственной воле подружился с малышом по кличке Динки. Динки же, в свою очередь, относятся к породе самых маленьких осликов, которые живут на нашей планете. Он карликовый осел, предки которого когда-то обитали на территории Средиземноморья. Сейчас эту породу не встретишь на родине, однако она очень популярна в Великобритании и США. Эти создания – настоящие крошки, и обычно их рост не превышает 80 сантиметров. Уверен, что по прошествии нескольких лет дружба между этими созданиями не прервется, однако разница в росте будет еще сильнее. Любопытно будет понаблюдать за ними годиков так через 5-10. А это еще одна история необычной дружбы. На одной из британских ферм конь по кличке Ганнер подружился с совсем крохотным пони. Раньше крупный 7-летний конь участвовал на многих праздниках и мероприятиях, но со временем ему стало куда труднее это делать, и хозяева приняли решение отправить его на пенсию. Чтобы он вел куда более спокойный образ жизни, испытывал меньше стресса и наслаждался свежей травкой. Однако жизнь Ганнера не просто успокоилась, она вовсе приобрела новый характер, так как он повстречал лучшего друга в своей жизни. Пони по кличке Стивен. Самый маленький по иронии судьбы обитатель фермы тоже нашел что-то в крупном коне, и они стали не разлей вода. Ганнер относится к породе шайр, эти лошади настоящие тяжеловесы. В холке они достигают около 180 сантиметров и нередко весят больше тонны. Стивен же шетландский пони, и эта порода как минимум в два раза меньше шайров, да и весят они от силы 180 килограммов. По словам фермеров, Стивен взял гиганта под свое крыло, так как он является здесь главным сторожилом и не хочет, чтобы Ганнеру кто-то доставлял неудобства. Верблюд Кеша. Рост около трех метров, вес свыше тысячи килограмм, много-много шерсти, а также два горба. Это самый уродливый конь, которого я когда-либо видел. Такое описание подойдет большинству каких-то огромных мистических созданий, но на деле этим загадочным мистером Икс является обычный верблюд по такой же обычной кличке Кеша. А, так это же верблюд. Ты что, Горыныч, верблюда никогда не видал. Это создание совершенно неприхотливо в еде, имеет классические повадки и вообще ничем не отличается от своих собратьев. Единственное место обитания у Кеши, мягко говоря, нестандартное. Живет он не в классическом теплом климате, а там, где полным-полно сугробов и снега. Существует даже легенда, что какой-то мужчина бросил пить после встречи с Кешей. Представьте, человек идет себе через сугробы, перешагивает их, а тут смотрит, в кустах верблюд стоит и жует себе сено. Но где еще, если не в страшном сне или какой-то сказке, такое можно встретить? Как показывает практика, встретить это можно и в реальной жизни. У Кеши много друзей на ферме, его все любят, и он здорово проводит время в Заозерье. От самых больших к самым дорогим. Далее я покажу вам яйца животных, которые стоят целое состояние. Алмаз. Ни для кого не секрет, что икра – продукт недешевый. Баночка даже обычной красной икры-горбуши, которой хватит на пару-тройку бутербродов, стоит достаточно дорого. Что уж говорить о черной икре, которую называют черным золотом наряду с нефтью. Многие люди считают, что черная икра самая дорогая в своем роде, но это не так. Лидерство удерживает уникальная белая икра «Алмаз». Созвучие с алмазами не случайное. Эта икра вполне может посоперничать со сверкающими алмазами и бриллиантами в плане цены, ведь она стоит около 34,5 тысяч долларов за килограмм. Это примерно втрое дороже премиальной черной икры. За невероятную стоимость икра алмаз даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая дорогая в мире. А поскольку икра – это яйца рыб, то алмаз можно смело назвать одними из самых дорогих яиц на планете. Эта королевская икра поступает на мировой рынок из Ирана, мечут ее иранские белуги-альбиносы, отсюда и необычный белый цвет продукта. Эти рыбы редкие сами по себе, что уже обуславливает стоимость алмаза, но это не главное. Нередко эти рыбы начинают метать икру в преклонном возрасте. К слову, чем старше рыба, тем дороже ее икра. Гурманы, попробовавшие эту икру, уверяют, что ее вкус особенный, не подлежащий никакому сравнению. Икра-алмаз абсолютно не пахнет рыбой, а ее вкус похож на миндальный орех. К тому же, по своей энергетической ценности, она оставляет позади все мясные продукты. Переплюнуть яйца белу кальбиносов непросто, но это удалось сделать эпиарнисовым. Если вы никогда не слышали об этих птицах, то это неудивительно, ведь они давно вымерли. Они обитали на Мадагаскаре в Голоцене до середины 17 века. Эпиарнисовые, или как их еще называют в других языках, птицы-слоны, отличались большими размерами, достигали более трех метров в высоту и весили около полтонны. Даже больше современных страусов. Само собой, яйца они откладывали тоже огромные. Те составляли 30 сантиметров в длину и имели объем до 9 литров. Чтобы вы лучше понимали, это в 160 раз больше обычного куриного яйца. Яйца эпиарнисовых очень ценятся учеными и коллекционерами. На данный момент в мире публично выставлено около 40 яиц-птиц-слонов, и именно эти яйца можно смело назвать самыми дорогими на планете. Одно такое яйцо может запросто стоить свыше 100 тысяч долларов. Точную цену назвать невозможно, потому что эти яйца не выставлены на свободную продажу. Их покупают на аукционах различные коллекционеры, желающие заполучить редчайший экспонат от древнего пернатого. Яйца за сотню тысяч долларов – это, конечно, сильно. Но поверьте, животные могут удивить еще сильнее. То, что они производят, может стоить намного дороже. Например, продукт жизнедеятельности кита может сделать человека долларовым миллионером, а кровь одного членистоногого вообще можно назвать бесценной, ведь она спасает мир прямо сейчас. Смотрите дальше, чтобы увидеть эти и другие продукты животных, которые точно вас впечатляют. Амбра. Если бы вам сказали, что рвота может стоить целое состояние, то вы наверняка повели бы его в психушку. Тем не менее, это чистая правда. Серьезно? По крайней мере, это работает с китами-кошалотами. Их отрыжка – амбра, образующаяся в пищеварительном тракте, стоит около 35 долларов за грамм. То есть, 3,5 тысячи долларов за кило. Но ведь кашалоты очень большие, поэтому и отрыгивать могут сразу несколько килограммов амбры. Так, в 2019 году рыбак из Таиланда нашел на берегу кусок амбры стоимостью в 350 тысяч долларов, а жителю Новой Зеландии в прошлом году посчастливилось собрать 45 килограммов амбры на сумму 2 миллиона долларов. Амбру легко перепутать с камнем, ведь на вид они похожи. Правда, в отличие от камней, застывшая амбра имеет сладкий мускусный запах. Безумная цена на отрыжку кита объясняется тем, что амбру часто используют в парфюмерной индустрии как фиксатор запаха. Именно поэтому существует слово «амбре». Так мы называем аромат, но на самом деле в 19 веке был такой сорт духов, который производился из эссенции серой амбры. Во многих дорогих духах обязательно присутствует амбра, а сам продукт жизнедеятельности также используется в традиционной медицине и в гомеопатии. Кровь мечехвостов Дороже рвоты кита может быть только кровь членистоногих под названием мечехвосты. Это отряд водяных хелицеровых из класса миростомовых. Скорее всего, вы все равно это не запомните. Но точно запомните тот факт, что кровь мечехвостов голубая. Их по праву можно назвать аристократами. Несмотря на то, что мечехвосты живут на нашей планете уже 300 миллионов лет, особенно сильно их начали ценить в последние годы. Один литр крови этих животных может стоить порядка 20 тысяч долларов. А все потому, что мечехвосты прямо сейчас помогают бороться с пандемией коронавируса. Все дело именно в необычной голубой крови. Кровь этих членистоногих обладает уникальным свойством. Она свертывается при попадании в нее даже самого незначительного количества болезнетворных бактерий или прочих чужеродных микроорганизмов, превращаясь в жиле. Таким образом, иммунная система мечехвостов защищает другие органы от поражения. Ученые считают, что кровь мечехвостов может быть идеальным компонентом для создания универсальной вакцины против ковида. Поэтому уже на протяжении двух лет они собирают мечехвостов и выкачивают из них драгоценную кровь. Да, в какой-то степени это жестоко, но что только не сделаешь для спасения мира. Копи-лювак. Вы любите кофе? Какой сорт предпочитаете? Арабику? Или может, робусту? Если вы истинный любитель этого бодрящего напитка, то вам точно стоит попробовать копи-лювак. Но запаситесь деньгами. Килограмм этого кофе может стоить свыше тысячи долларов. Если для вас это не проблема, то покупайте и пробуйте. Но есть один нюанс. В производстве этого кофе очень активно задействованы животные, причем самым буквальным образом. Этот кофе производится в Индонезии, на Филиппинах, в Индии и Вьетнаме, где рабочим помогают мусанги, небольшие хищные зверьки. Эти хищники проглатывают самые вкусные и спелые плоды кофейного дерева. Те попадают в желудочно-кишечный тракт, где частично перевариваются, после чего выделяются с экскрементами животного. Я знаю, как это бывает. Я не могу поверить. Эти экскременты с вкраплением зерен подбирают люди, обрабатывают и делают элитный напиток копи-лювак. Да, именно так делают самый дорогой кофе в мире. Конечно же, большинству после такой информации будет противно от одной мысли попробовать этот продукт. Но на самом деле все не так плохо. Во-первых, в производстве задействованы дикие, а не фермерские мусанги, поэтому кормят их не силой, что влияет на качество. Вы знаете, как ни странно, ее слова меня совсем не утешили. Во-вторых, работники обрабатывают зерна невероятно тщательно, так что санитария полностью соблюдена. И в-третьих, такая необычная обработка убивает всякую горечь и меняет вкусовые качества в лучшую сторону. Копи-лювак отличается няжным карамельным вкусом и пахнет шоколадом. Шоколад. Гурманы даже называют его напитком богов. В Азии ценится не только кофе из экскрементов, но и суп из слюны. Азия не перестает удивлять нас своими гастрономическими странностями, и это очередная из них. Супчик из жаб, рыбьи глаза, да мало ли. В данном случае речь идет о супе из птичьих гнезд, которые иначе называют ласточкины гнезда или съедобные птичьи гнезда. Эти гнезда вьют стрижи саланганы, обитающие во многих странах Юго-Восточной Азии. Под языком этих птиц располагается пара слюнных желез, из которых выделяется клейкое вещество. Именно с помощью него они вьют необычные гнезда. На рынке цена такого гнезда может составлять 3000 долларов за килограмм, хотя некоторые разновидности саланган вьют гнезда стоимостью до 10 тысяч долларов. Стоимость супа же составляет от 30 до 100 долларов за порцию. Столь высокая цена объясняется тем, что блюдо считается деликатесом и священной пищей, поэтому почитается среди состоятельных граждан. Помимо этого, гнезда саланган обладают рядом ценных свойств. Как показывают исследования, гнезда саланган – это продукт, состоящий примерно на 60% из белка и на 30% из углеводов. В нем содержится несколько незаменимых аминокислот, а также микроэлементы магний и кальций. Сборщики гнезд часто едят их сырыми прямо во время трудового дня. Они уверяют, что гнезда делают их сильными и выносливыми. Фуагра Давайте завершим выпуск чем-нибудь более приятным и понятным для нас. Наверняка вы все хотя бы раз слышали о таком блюде, как фуагра. Это гордость французской кухни, а также один из самых дорогих деликатесов в мире. Один килограмм фуагра стоит в районе 100 долларов. Вообще, с французского фуагра переводится как «жирная печень», и в этом вся суть деликатеса. Фуагра представляет собой специальным образом приготовленную печень от кормленного гуся или утки. Главное фуагра, чтобы печень была жирной и большой, поэтому перед приготовлением блюда гуся нужно подготовить. Для этого его кормят силой. Пища напрямую проталкивается в глотку птицы по специальной трубке. Каждый день в глотку гуся или утки сбрасывается до двух килограммов зерна. В результате птица становится очень толстой, а ее печень может увеличиться в 10 раз. Как итог, приготовленная печень отличается особой текстурой и нежностью. Гурманы говорят, что чем-то она напоминает сливочное масло. И хотя во многих странах мира фуагра считается неэтичным блюдом и производство деликатеса там запрещено, французы гордятся своим деликатесом. На этом все. Напишите в комментариях, кто из этих гигантов впечатлил вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.